МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общегородской травм. Саров простился с сотрудниками ядерного центра, погибшими в Архангельской области во время испытаний. Опасное заболевание. В Нижегородской области зарегистрирован рост количества заболевших геморрагической лихорадкой. Выход на балкон с риском для жизни. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Далее расскажем обо всем подробно. 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на государственном центральном морском испытательном полигоне Минобороны России в Архангельской области произошел взрыв с возгоранием. В нем пострадали сотрудники РФАЦВНЕФ. Пять человек погибли, трое госпитализированы. В связи с трагическими событиями в Сарове объявлен двухдневный траур. 12 августа в Центре культуры и досуга РФАЦВНЕФ прошла церемония прощания с погибшими. Погибли Алексей Николаевич Вьюшин, Евгений Юрьевич Каратаев, Вячеслав Юрьевич Липшев, Сергей Евгеньевич Пичугин и Владислав Николаевич Яновский. Все они занимались уникальными разработками, много сделали для развития атомной отрасли. Для ядерного центра, как и для всего Сарова, это трагедия. Почтить память погибших пришли их родные, друзья и коллеги из всех подразделений ядерного центра. Во время церемонии прощания прошел траурный митинг, который открыл директор РФАЦВНЕФ Валентин Костюков. Мы сегодня преклоняемся перед мужеством и героизмом этих людей, истинных защитников Отечества. Мы сегодня преклоняемся перед родными и близкими, родителями, женами, детьми, потому что именно в их кругу были воспитаны эти выдающиеся качества патриотизма, чувства долга и выполнения задач. Сегодня большой день, большой траур, большая наша боль. Валентин Костюков отметил, что сформирована государственная комиссия для того, чтобы проанализировать случившееся и выяснить причины трагедии. Однако уже сегодня понятно, что специалисты до последнего боролись, чтобы выправить ситуацию. Но, к сожалению, это не удалось. Затем слово взял первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий, они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, которых, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить риск на все 100% невозможно никогда. Они, как профессионалы, это прекрасно знали. Но брали на себя этот риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. Также дань уважения погибшим отдали глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор региона Глеб Никитин. Все погибшие представлены государственным наградом. Также в 2020 году им установят памятник на территории Сарова. Всеми им будет оказана помощь от госкорпорации «Росатом», правительства Нижегородской области и РФЦУНИЕВ. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Мошенники нашли новый способ обманывать владельцев банковских карт. Злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками службы безопасности банка. И если раньше они просили сообщить номер карты, то теперь рассказывают, что якобы в другом регионе заметили подозрительную транзакцию. Чтобы предотвратить снятие денег, владельцу карты предлагают ввести определенную комбинацию цифр. Граждане, владельцы данной карты, ничего не подозревая, думают, что обезопасивают себя от совершения в отношении их преступного деяния, хищения денежных средств банковской карты, вводят определенную комбинацию цифр, которые называют им мошенники, тем самым дают мошенникам доступ на отдаленном расстоянии, пользуясь их картой. СМС на номер владельца счета перестают приходить, и только пытаясь снять средства в банкомате, он понимает, что денег нет. Привлечь мошенников к ответственности сложно, поскольку жертвы добровольно называют комбинацию цифр. Заявление о таком способе мошенничества в нашем городе пока не поступало, но в России он набирает обороты. В Сарой пока используют известные схемы обмана. Граждане сообщают свои коды также мнимым сотрудникам службы безопасности и финансовых медицинских учреждений, которые, позвонив, представляются данными лицами, и с целью обезопасить их от каких-либо махинаций их карт, просят сообщить номер их карты. Это делать запрещено, и никогда этого делать не нужно. Также саровчане продолжают жаловаться на обман через сайт Авито. Мошенники размещают объявление о продаже какого-то товара и просят предоплату. В итоге, отправив аванс или оплатив полную стоимость, покупатель не получает заказ. Если при общении с продавцом у вас возникают сомнения, от сделки лучше отказаться. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Еще несколько дней назад на дворовой площадке Open Summer раздавался громкий смех детей. И сейчас здесь пусто и тихо. В августе игровую площадку Центра внешкольной работы закрыли по просьбе жителей Дома-22 по улице Силкина. Поступали многочисленные жалобы от жителей. То есть, они приходили, говорили о том, что им мешают дети, что они здесь играют, что собираются здесь, что очень громко. Они приходят домой отдохнуть. А мы здесь играем. И это очень близко к их дому. И что просто, чтобы нас убрали, мы им мешали. Чтобы доказать, что игровая площадка не беспокоила жильцов дома, ребята провели специальный опрос среди жителей двора и даже записали видеообращение с ровчаном. Много доказательств того, что здесь было все хорошо, все спокойно, прекрасно, и что это произошло все зря. Также с площадки исчезли качели, на которых проводили время подростки. Они всегда уходили после 10. Ну, то есть, как бы после 10 вечера здесь никого не было. И даже уже просто в 9 вечера, когда стемнеет, ну, то есть, они уже разбегались. Приходится вот на этих плитах сидеть только потому, что качелей нет. Верните, пожалуйста, нам наши качели. Там было лучше, мы никогда не шумели и не ругались. Депутат по округу Александр Тихонов сообщил, что качели убрали и дворовую площадку закрыли по официальному запросу. Жители приняли такое решение большинством голосов на специальном собрании. Они обращались в полицию, обращались ко мне. Ну, жителей понять можно, потому что там буквально качели, двое качелей располагались примерно в 10-15 метрах от квартир. Качели были перенесены в другое место. Конечно, в приоритете это спокойная жизнь жителей. Центр внешкольной работы приглашает всех желающих на другие игровые площадки, которые находятся по адресам Московская, 22, Казамазова, 12 и Юности, 11. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Жительница дома, носилки на 19, боится выходить на собственный балкон. Бетонная плита на козырьке почти вся осыпалась. Осталась только ржавая арматура. В щелях заводятся дикие пчелы. Во время дождя вода протекает в квартиру. Уже 21 год пенсионерка пытается добиться помощи от управляющей компании. Начала я ходить с 98-го года. Каждый год хожу, пишу заявление в ЖЭК. Мне, значит, это пишут. Получили, расписались, получили, расписались. И больше никакого. Несколько лет назад частичный ремонт все-таки проводился. Запетонировали и укрепили основание балкона. Козырьком заниматься отказались. Специалисты сослались на то, что это дополнительная работа, за которую им не платили. Я, оказывается, должна собрать всех жильцов и денежки мне просить, чтобы мне сделали. А кто это будет делать? Разрушение балкона – не единственная проблема. Лифт время от времени перестает работать. Пока его не отремонтируют, пенсионерка добирается до девятого этажа пешком. С сумками такое расстояние Раисе Степановне дается с трудом. Любые прогулки для пожилой женщины становятся невозможными. Подышать буду ходить на балкон. Мне нельзя посидеть на балконе, потому что сыпется. Дому около 40 лет. Балконы нескольких квартир начали разрушаться спустя 20 лет с момента его сдачи. Это говорит о том, что изначально жилье построили недобросовестно. Сокращают срок службы балкона в погодные условия и неправильная эксплуатация. Управляющая компания за этот год получила несколько обращений от жильцов о разрушении балконных козырьков. Управляющей компанией заказана проектно-сметная документация на ремонт козырьков над балконами такой же серии, потому что появились обращения еще такого же характера. После завершения выполнения работ по проектной документации мы заключим договор с подрядной организацией на ремонт таких балконов. Сроки выполнения работ будут определены после заключения договора между управляющей компанией и подрядчиком. Райсе Степановне и жильцам домов с такой же проблемой остается только ждать. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Источник инфекции с виду безобидная рыжая полевка. Декий грызун выполняет функцию носителей вируса. Чаще человек заражается воздушно-капельным путем, то есть надышавшись продуктами жизнедеятельности мышей. Инкубационный период болезни длится от одной до шести недель. Опять же, он зависит от того, какое количество вирусов вдохнул пациент. Если большое количество вирусов он вдохнул, то, естественно, инкубационный период сократится до минимума. Если пациент вдохнул меньшее количество, он может удлиниться до 45 дней. В среднем обычно где-то инкубационный период продолжается от 14 дней, ну вот средний, до 21 дня. Первые проявления интоксикации организма легко спутать с симптомами гриппа или острого респираторного заболевания. Не стоит откладывать визит к врачу и заниматься самолечением. Следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. У пациента может быть головная боль, высокая температура до 40, но, опять же, не у всех протекает по-разному. У кого-то до 40, у кого-то 38 и выше не поднимается. У всех по-разному. Вот головная боль, сухость во рту, слабость, озноб. Вирус не передается от человека к человеку. Чаще заражение мышиной лихорадкой происходит на дачном участке или в гараже. Во время уборки, ремонта, разбора завалов мусора, когда воздух поднимается за лежалая пыль. Чтобы не подхватить вирус, достаточно соблюдать простые меры профилактики. Во-первых, после этого мыть руки обязательно, да, и плюс какую-нибудь маску или респиратор на лицо, чтобы не выдыхать, стараться. Вот когда, особенно если убираетесь, если связано это все с пылью. Мышиная лихорадка опасна тем, что при поражении почечной системы и при запоздалом лечении вирус может привести к смерти. Восстановление организма после болезни займет примерно год. Елена Грецкова, Газнатин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Мобильная лаборатория «Тест на ВИЧ-экспедиция» путешествует по стране уже второй раз. В этом году автопробег охватывает 191 город России. В нашем регионе акция проводится в Нижнем Новгороде, Сарове, Кстове, Арзамасе и Набару. Благодаря проекту жители нашего города смогли определить ВИЧ-статус бесплатно и анонимно. Вторая важная цель – это борьба с дискриминацией, с неправомерным отношением к людям с данным диагнозом с ВИЧ-инфекцией. То есть в рамках этого мы тоже даем интервью, общаемся с медиками, проводим специальные семинары. В нашем городе проверка на ВИЧ проходит впервые. Волонтеры клуба «Инсайт» приглашали саровчан пройти тестирование, рассказывали об акции и раздавали информационные листовки. Мобильные пункты с красной ленты рассчитаны на привлечение внимания людей, которые в повседневной жизни забывают о проблеме ВИЧ. Я видела новость, что приезжает газелька, чтобы можно было пройти тест на ВИЧ, но я не планировала. Я проходила мимо и вспомнила, решила, что почему бы нет. Поскольку сейчас много разных болезней, каждый из нас может чем-нибудь заболеть, заразиться. Пройти тестирование смог любой желающий, без предварительной подготовки и абсолютно бесплатно. Экспресс-тест делается просто. Забор капли крови из пальца, пять минут ожидания и результат готов. Руководитель волонтерского клуба «Инсайт» Григорий Крайнев не только помогал организовывать акцию, но и сам прошел тестирование. По его мнению, очень важно следить за здоровьем и знать свой ВИЧ-статус. Можно сразу узнать, результат положительный или отрицательный. Очень удобно, тем более для города Саров. Все это, во-первых, бесплатно, анонимно, да и вообще узнать свой ВИЧ-статус, мне кажется, это полезно для каждого. Сотни саровчан узнали результаты на ВИЧ, получили консультацию специалистов. Из нашего города мобильная лаборатория отправляется набор в Кстовый Арзамас. С начала акции протестировали более 44 тысяч россиян. Акция завершится в начале ноября в Москве. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Храм Иова Многострадального относительно молодой. Строить его закончили в 2013 году. Необходимость реконструкции связана с тем, что помещение уже не способно вместить всех прихожан, которые приходят сюда на службу. И вот в воскресные и праздничные дни прихожан бывает даже до 300 человек. И прихожанам приходится стоять на улице. Сейчас храм вмещает 150 человек. После завершения работы одновременно в нем смогут находиться 500-600 верующих. Реконструкция храма предполагает его расширение на восток. Будет пристроен молельный зал площадью более 160 квадратных метров и алтарь площадью 45 квадратных метров. Фундамент уже залит. Началась установка деревянных брусьев. Остальные работы пройдут в несколько этапов. Сборка сруба до конца. Сборка крыши под ключ. Сборка крылечек под ключ. Сборка шатра и сборка куполов. Высота пристроя по проекту около 20 метров. Храм, как заверил его настоятель, полностью делается на пожертвования горожан и благотворителей. В наше время современная молодежь стала зависима от телефонов и планшетов. Берут с собой в парки, на прогулки и даже в школу. А как их родители и сами дети относятся к гаджетам на уроках, пойдемте узнавать. А как вы относитесь к тому, что дети пользуются гаджетами на уроках? Отрицательно. Почему? Мешает учебному процессу. Пользуетесь гаджетами на уроках? Ну да, сами. Иногда в помощь. Если не знаем ответ, то в гаджетах посмотрим и найдем ответ. Ничего, нормально. Я считаю, что это хорошо, что они пользуются на уроках телефона, потому что иногда они не знают материала, они могут подготовиться. Отрицательно. Почему? Ну, потому что это мешает учебному процессу. А что будет, если, например, отменить в школу носить телефоны? Ну, я слышала, что сейчас вышло предложение носить обычные кнопочные телефоны. Считаю, что гаджет, ну, можно, но с учет того, что, например, все сдали перед началом урока учителю, потом забрали. Вот это, я считаю, самое оптимальное. С одной стороны, пользоваться это хорошо, но с другой стороны, это отвлекает от учебного процесса. И я все-таки за то, чтобы дети получали все-таки знания. Во-первых, это внимание отвлекает, во-вторых, зависимость развивает. Вообще, мне кажется, это дурадское изобретение, эти гаджеты. Сейчас дети такие, ну, время. То, что информация больше преподносится стремительно в видео во всяких и в интернете в большей степени. Ну, и ребенок может развиваться в том направлении, в котором ему нравится. Как показал опрос, пользоваться гаджетами на уроках и можно, и нельзя. Но если очень хочется, то нужно его спрятать и не отказывать себе в удовольствии. Для вас сегодня про телефоны и планшеты выясняли Ирину Вишегородцева и Константин Островский. Традиционная субботняя программа в этом году стартовала раньше обычного. Уже в августе саровчане и гости города могут посетить галерею не только в будние дни, но и в выходной. По субботам с 10 до 16 часов посетители смогут познакомиться с двумя выставками. Одна из них – рисунки в стиле джаза русского художника Анатолия Зеленцова. А вторая – о мечте Павла Николаева. Живет он в Краснодаре, сам он москвич, известен по всему миру, объездил весь мир со своими работами. И вот уникальная возможность посмотреть здесь, в Сарове, не уезжая из нашего города. Кроме выставочной программы, организованы кинопоказы. Зрителям представляют четыре новых фильма, которые галерея еще не показывала в этом году. Это мультфильмы «Букашки-2», «Большое путешествие», «Пришельцы в доме» и художественное кино «Домовой». Все они для лиц старше шести лет. А уже в сентябре субботние программы заработают в полном объеме. К экскурсиям по выставкам и показам кинофильмов добавятся мастер-классы. Обязательно будет что-то посвященное осени, времени года. Обязательно мы сделаем творческие мастерские, посвященные путешествиям летним, потому что всем же нам хочется поделиться друг с другом, где мы были, что мы видели. Нарисовать те уголочки нашей страны, где мы побывали. По всем вопросам обращайтесь по телефону 702-87 или 6-6409. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. «Пристегнись, улыбнись» – таким девизом встретили родители и воспитанники детского сада номер 40. Там прошла профилактическая акция «Автокресло детям», посвященная неделе безопасности дорожного движения. Ребята вместе с сотрудниками госавтоинспекции подготовили массовый флешмоб, а также нарисовали агитационные плакаты и провели тест на правила дорожного движения. «Нам как бы немного сложнее, так как прав у нас нет. Но, в общем, вопросы нет, я бы не сказал, что сложные». «Спасибо инспекторам, что они дают возможность узнать больше детям, и чтобы они соблюдали свои правила, и чтобы родители не забывали то, что надо пристегивать своих детей, и то, что это на самом деле все очень важно». Акцию «Автокресло детям» сотрудники госавтоинспекции в этом году проводят во второй раз. Ее цель – напомнить взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения. «Многое зависит от родителей. Мы можем приходить к ним с беседами, рассказывать, что правила дорожного движения нужно соблюдать, доводить на них печальную статистику о погибших и раненых детях дорожно-транспортных происшествиях. Но пока родители сами не поймут, что безопасность детей и безопасность самих родителей, самих взрослых, только в их руках». Несмотря на дождливую погоду, участники акции вместе с работниками госавтоинспекции вышли на улицу, где обращались к водителям, чтобы они были предельно внимательными на дорогах, снижали скорость возле школ, детских садов и пристегивали детей ремнями безопасности. «Если родители будут нарушать правила дорожного движения, то и ребенок тоже когда-то нарушит обязательно правила дорожного движения. Если взрослый переходит в неустановленном месте дорогу, ребенок также повторит когда-то это. Если родители не пристегиваются ремнями безопасности в транспорте, дети это видят, и они также будут пристегиваться в дальнейшем в автотранспорте». Все участники акции получили памятки с правилами перевозки детей, а также светоотражающие браслеты. Следующая акция «Автокресло детям» пройдет в ноябре. Детские лагеря, активный отдых с семьей, спортивные секции, творческие кружки – лишь малая часть доступных летних развлечений. В августе интерес к ним спадает, ребята не знают, чем заняться. Сотрудники детской библиотеки имени Пушкина предложили маленьким гостям идеи, как весело и с пользой провести последние летние дни. «Ребята составили план интересного летнего отдыха длиной в 92 дня, много лет и мало, то есть решили они». То, как интересно можно провести лето, ребятам показали на примере Жени Ручкина и Валеры Булышева. Герои художественного фильма «Винира Зака» пропало лето отправились в путешествие к своим тетям. Поездка превратилась в настоящее приключение. Мальчики участвовали в спортивных соревнованиях, учились паять металл и кататься на велосипеде. «Ребята решают, какое для них лето будет интересным, скучным. Зависит от них, что нужно рыбачить, заниматься спортом, весело проводить время, общаться с друзьями». Гости библиотеки не только смотрели фильмы и отвечали на вопросы о лете, но и рассказывали друг другу о том, как провели первые два месяца каникул. 11-летняя Вика – частый гость Пушкинки. В этот раз школьница поделилась со зрителями своей историей отдыха в детском лагере. «Я рассказывала про то, что в лагере очень весело, здорово, и чтобы ребята не боялись туда ездить. Мне очень понравилось, что в конце мероприятия нам дали листовки, в которых написан список книг и разные идеи для мероприятий на лето». «Каждый мог забрать с собой список книг о летних приключениях и варианты того, что еще можно успеть сделать до сентября. Август можно сделать ярким аккордом вашего лета. Главное – придумать, чем занять себя и своего ребенка». С самого детства Марьяна Кузина не сидит на месте. В жизни девочки много увлечений – театр, волонтерство, журналистика, танцы, участие в различных конкурсах. Именно активная жизненная позиция и общественная работа помогли Марьяне пройти конкурсный отбор на специальный рейс на Северный полюс. «Я жду, что будет невероятно интересно, так как у нас будет насыщенная программа. Даже не будет времени на сон. Также я получу много опыта в общении с интересными людьми, также с такими же активистами, детьми, которые тоже едут на ледоколе этом». Поездка на Северный полюс – мечта для многих людей. Лишь некоторым довелось побывать в этом особенном месте, своими глазами увидеть мерцающие льды и бескрайние северные просторы. Этот рейс – уникальный шанс, который нельзя упускать, считают родители Марьяны. Узнав о победе девочки, они долго не могли в это поверить. «Не представляю, как это. Северный полюс, это же так далеко, это же лед, это и вообще что там делать, но это же увидеть, побывать». Тут же позвонила Максиму, он был на работе, но, по-моему, он был очень рад и тоже не особо поверил. «Да, сначала, конечно, не поверил, решил, но показалось». Всего в плавне отправится 68 детей. Марьяна рассказала, что на корабле будет ее знакома из Армении. Ребята узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и смогут творчески освоить полученные знания. «У нас будет постановка спектакля, у нас будут какие-то решения метапредменных олипиад даже, возможно, у нас будет постановка флэш-моба на самом Северном полюсе». В преддверии поездки Марьяна и ее родители встретились с главой администрации. Алексей Голубев вручил девочке флаг Сарова, который она обещала водрузить на Северном полюсе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Олеся Рябова занимается спортом с детства. В Саров девушка приехала больше двух лет назад и стала преподавать черлидинг в спортивной школе ИКАР. К ней на занятия ходят девочки от 6 до 14 лет. Вместе с своими воспитанницами Олеся выступает на различных городских мероприятиях, показывая яркие зажигательные номера и знакомя горожан с этим видом спорта. Черлидинг сочетает в себя акробатику, гимнастику и танцевальные движения. То есть с девочками мы растягиваемся, учимся танцам и акробатике. То есть выполняем движения различной сложности и сложно-координационной. Конкурс «Леди Спорт» проводился в регионе первый раз. Принять нем участие Олеся согласилась, не раздумывая. Конкурс состоял из трех этапов. Жюри проверяла теоретические знания, спортивную подготовку и творческие способности участниц. Также нужно было показать номер, который участники готовили дома. Олеся Рябова справилась со всеми заданиями и сумела опередить своих конкуренток – тренеров из других городов региона. Нет слов. Ты просто стоишь и не понимаешь, что происходит. На тебя одевают эту корону, ленту, а ты стоишь и такой не понимаешь, как. Ты вроде бы верила, но сильно не обольщалась, потому что мне обидно потом было. Олеся получила специальную ленту – победительница конкурса, корону и ценные подарки от организаторов. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. День физкультурника в нашей стране отмечают с 1939 года. Это праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Своим его считает и Максим Ткачев. На протяжении нескольких лет, в начале августа, он отправляется на стадион ИКАР, чтобы проверить свои возможности и установить личные спортивные рекорды. Уже с 1979 года, с 8 лет своей сознательной жизни занимаюсь физкультурой, поэтому День физкультурника мы уже который год проводимся, который год участвуем. Не первый, третий год подряд сдаю нормы ГТО, в прошлом году золотой значок, то есть никаких вопросов. Готов к труду и обороне, как обычно. Начался День физкультурника с торжественного парада и массовой разминки, которую провел мастер спорта международного класса по летнему палеотлону. После все участники разошлись по местам тестирования ГТО. Каждый мог попробовать свои силы в выполнении от 1 до 7 испытаний комплекса. Бег на 100 метров, прыжок в длину с места, тест на пресс, подтягивания, рыбой гири 16 килограммов или отжимания, гибкость. Действительно, ГТО сейчас на пике, потому что каждый хочет попробовать свои силы и попробовать себя, и кто-то уже даже улучшает результат, повторяя свои успехи на определенных видах испытаний. Владимир Кауров занимается спортом уже не один десяток лет. И День физкультурника для него просто хорошая возможность в очередной раз проверить себя. За первые полчаса праздника Владимир успел успешно сдать несколько нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Сдал бег на 60 метров, в общем, результат положительный, вот я ожидал, конечно, получше, но, в принципе, я вписался в норматив, вот, сдал подъем гири 16 килограмм и на пресс сдал упражнения пока. Значение физической культуры и спорта в жизни любого человека трудно переоценить. Спорт совершенствует не только тело, но и дух. Воспитывает мужество, упорство в достижении цели, закаляет волю, считает Владимир Кауров. Это очень правильно, потому что раньше было движение, это в последнее время немножко подзабытое, сейчас вот оно восстанавливается, готов к труду и обороне, это здорово, вот. Надо его поддерживать, среди молодежи особенно, чтобы поменьше сидели дома, побольше были на улице, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. В Дне физкультурника приняли участие более 600 жителей нашего города. И даже моросящий дождь и холодный ветер не смогли испортить праздник. Мария Рунич, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Хоккейный клуб «Саров Инвест» ежегодно проводит матчи со своими младшими товарищами из юношеской сборной «Ракета». В преддверии сезона это хорошая возможность проверить уровень подготовки своих игроков. В этот раз товарищескую встречу приурочили к отню физкультурникам. В этом году мы решили, что стоит привлечь общественность, чтобы пришел народ, посмотрел, полюбовался тем, что у нас есть. Так как в будущем году высшей хоккейной лиги в городе Саров, к сожалению, не будет. Первый период прошел напряженно и динамично. Хоккеисты поочередно атаковали ворота друг друга. Но нападающие не смогли пробить защиту соперников. Вратаре обеих команд отражали все удары по своим воротам. Несмотря на численные преимущества молодежной сборной, спортсмены «Саров Инвеста» не дали им выбиться в лидеры. Второй период начался с серии атак игроками «Ракеты». К середине игры хоккеисты детской и юношеской спортивной школы ввели в счете. Тренировочный процесс у «Ракеты» начался несколько недель назад. Спортсмены готовятся к первенству России среди команд юниорской хоккейной лиги. Скажу честно, у нас физически возможности нет за юношами успевать. Повторюсь, у них уже и сборы идут, мы еще пару раз только на лед выходили, поэтому пока нам тяжелее реально. Любительская команда «Саров Инвест» участвовала в матче не в полном составе. По ряду причин не все игроки смогли выйти на лед. Полноценный тренировочный процесс хоккеиста начнут через несколько дней. У нас кто в отпусках, кто на рабочих местах, поэтому мы еще пока толком не приступили к подготовке сезона. Игра закончилась со счетом 5-3 в пользу юных спортсменов «Ракеты». Тренеры оценили действия своих подопечных во время матча как удовлетворительные. У хоккеистов «Саров Инвеста» будет возможность взять реванш. В следующий раз они встретятся на льду в начале сентября. Точное время и дату сообщат дополнительно. Команда «Терем» – чемпион прошлогоднего турнира Кубка города среди команд «Сарова». Спортсмены надеются повторить свой успех и в этом году. И пока занимают лидирующую позицию в чемпионате. На Кубках всегда обычно зрелищные игры проходят. И очень часто они бывают непредсказуемы. По сравнению с играми чемпионата бывает иногда. Ну, очень часто в кубковых играх, что команда, которая идет аутсайдером, выигрывает у фаворит. Ну, надеюсь, сегодня этого не произойдет. С начала матча команды боролись на равных. Но к концу первого тайма «Терему» удалось завладеть преимуществом и отправить ворота «Вымпела» первый гол. На перерыв команды ушли со счетом 1-0. Впрочем, это сломило дух вымпелцев. Хочется, чтобы мы побольше забивали, чем пропускали. Ну, реализации не хватает. То есть, моментами. То есть, иногда не хватает забить вовремя нужную игру. Чтобы игра по другому сценарию пошла. Во втором тайме игроки «Терема» не только сохранили, но и усилили лидерство. Сравнять счет и вырваться вперед «Вымпелу» так и не удалось. Игра закончилась со счетом 2-0 в пользу «Терема». Куба города у нас традиционный, как и чемпионат города. Проводится 71-й раз. Отличие кубка. Там команда играет на вылет по одной игре. Проигравший команду, соответственно, отсеивается и больше дальше не продолжает свое участие. В этом году в чемпионате Кубка города приняли участие 14 команд. Финальные игры пройдут в середине октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова